Доброго дня! Я Сергей Лазарев, заступник начальника жетоновского трамваяно-троллейбусного управления. И сегодня мы будем разговаривать про подсумки работы ТТУ за 9 месяцев поточного року. Витповедно до статута основной методой предприемства есть первое заменение пассажиров в местном электротранспорте и автобусами с выкористанием автоматической системы оплаты проектов. На предприемстве сегодня працует 854 человека и средняя заработная плата на предприемство складает 12 748 рублей. На балансе предприемства на 1 жовтня есть 153 троллейбуса, 23 трамвая и 17 автобусов. Щоденно мы выпускаем на линию 88 троллейбусов, 10 трамвая и 14 автобусов. КП ЖТТУ единый перевезник в области, который полностью выполняет заведение влады по перевезению пильговых категорий населения. На жаль, начиная с 2016 года, что не помиляюсь, держава не лишкодолгует это перевезение. В связи с тем, что за 9 месяцев втраты предприемства склали майже 97 млн грн. Это те втраты, которые, на жаль, держава, повторюсь, нам не лишкодолгует. За персамками 9 месяцев предприемство принимает заворгованность по выплате заработной платы, а также по сплате податков во все виды бюджетных. За 9 месяцев предприемством было перевезено больше, чем 27 млн пассажиров. Из них 11,5 млн платных пассажиров и десь 15,5 млн пильговиков. Виконание плана регулярности предприемства складает больше, чем 96%. Кроме выпуска троллейбусов на линию, значная уважа поделяется обслугованием этих троллейбусов и их ремонта. Так, каждый троллейбус, который выходит на линию, щоденно проводится его технично обслугованием. Кроме того, за звездный период было проведено 18 технических обслугований номер 2 троллейбусов и 102 технических обслугований номер 2 троллейбусов. Кроме того, в бригаде нашего капитального ремонта в этом году было отремонтировано 2 троллейбуса, которые у нас тут стояли, как мы говорим, были заборы. Наразі они полностью отремонтованы, полностью переварены в корпус, они сейчас працуют на линии. По транспортной работе за звездный период транспортная работа была выполнена 820 метров контактного провода. Было изменено 16 опор. Часть выпады, как у нас, на данных дорожных транспортных приводах, часть внаслідок того, что потребуется опору менять уже за часом. 40 опор было отремонтировано за крестный бетонный шаг. По финансовым результатам, наконец добавлю, что доходы предприемства за звездный период сквали 201 млн грн, витраты 209,6 млн грн. Модернизация ТТУ. Ну, по-перше, это включает в себя придбание за кошты Европейского банка 50 новых троллейбусов. Они уже все придбаны, все працуют на линии. Местяне и пассажиры это видят. Кроме того, в процессе строительства находится троллейбус на линии в район Мальовенки. И в этом году мы начнем модернизацию нашего мейного комплекса установленным нового облака. Когда на Мальовенку поедет троллейбус? Первый? Ну, за планом это было в грудь, но так складываются обставины, что, если говорить реально, то, наверное, это будет лютий березин. Чому у Житомири досі старые троллейбусы? Когда будут все новые? Ну, это наша новая. Но это потребует значительного финансирования. Как только будет финансирование, будут новые троллейбусы. А что будет с перевезенными? Чисто дорожчает проезд? Нема что-то скрывать, но цена или вартость электроэнергии на рынок с августа месяца значительно сросла, а вартость электроэнергии это 30-40% вице-вартости проезда. А что мы закуповываем наразе? Вот сегодня, как каждый день я смотрю цену на рынку на дугу вперед, на сегодня цена складает 5,50-5,40 грн. А ранее все было 3,40. Так что я не хочу никого тут обманывать, а вот без этого поднятякся мне не избежать.